В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Школы и другие образователи учреждения Барнаула сейчас активно проверяют специальные комиссии. Они оценивают, насколько объекты готовы к началу учебного года, до которого остались считанные дни. В изделии завершен ремонт, как обстоят дела с пожарной безопасностью, выписаны ли кому-то предписания об устранении замечаний, каких. На эти другие вопросы нам ответит заместитель председателя комитета по образованию Барнаула. Василий Михайлович, у меня будет первый вопрос. Вообще, сколько образовательных учреждений распахнут свои двери с началом учебного года и есть ли среди них новые? У нас с начала учебного года свои двери откроют для учащихся, воспитанников и дополнительное образование. Вообще, как бы, 256 образовательных организаций заработают у нас со 2 сентября. Это 88 школ, 149 детских садов и 19 учреждений дополнительного образования. В этом учебном году, который нам предстоит, 24-25, новых учреждений у нас не вводится. Там продолжаются ремонтные работы у нас, не ремонтные работы, правильно сказать, стройка ведется по объекту в квартале 2011, это школа, по детскому саду, который будет у нас, когда введут в эксплуатацию 283. Ну, год мы начинаем с количеством 256 образовательных организаций. По прошлому году учебному у нас была введена школа 138, введена пристройка, это уже после Нового года мы ввели в школу номер 98. И детский садик в прошлом году, он уже новый учебный год, в прошлом начинал, это 282. А сколько школ вообще обновилось к началу учебного года и насколько серьезно? То есть где прошел капитальный ремонт, текущий? По нашим образовательным организациям, здесь надо правильно говорить, не по школам выделять их, а потому что готовится вся система образования к началу учебного года. И детские сады, и школы, и доп. образования. Порядка 130 объектов у нас прошли ремонты, мы готовили их, ремонтировали кровли, замена окон производилась, ремонт помещений, ремонтировались и полы, и стены обновлялись. Проведена, конечно, большая работа в этом плане, но это был, как бы, так сказать, ремонт, ну, правильно сказать, подготовительный такой образовательного учреждения. Какие-то узлы отдельно ремонтировались капитально, какие-то элементы менялись, потому что требовалось уже по времени, срок эксплуатации в них вышел. Вместе с тем капитально за счет городского бюджета у нас отремонтирована школа номер 13, там полностью был комплексный ремонт проведен, замена была произведена как всех коммуникаций, так были полностью отремонтированы у нас и помещения, в которых будут заниматься наши ребятишки, дети. Ну, то есть, в принципе, мы подошли туда капитальным ремонтом. А помимо ремонта, на какие еще моменты обращает внимание комиссия во время приемки, какие из них вот прям принципиально важны и почему? Комиссия у нас начала работу свою с 22 июля и завершила по первый свой этап 9 августа, это был по первому графику. Были приняты 255 образовательных организаций. Одна организация, одна школа у нас пошла по отдельному графику. И буквально вчера комиссия собиралась по новой, и мы школу эту приняли. Это школа номер 13. Согласно контракту, у них должны были провести работы до 15 августа. Работы были выполнены, и после этого собиралась комиссия, объезжала на объект и принимали образовательную организацию в школу. Комиссия, конечно, в своем составе достаточно большом, ходит по объектам образования. В состав входят представители полиции, Росгвардии, комитет по образованию. И членами данной могут принимать участие в выезде в образовательные организации. Это общественные организации. Здесь наши родители, которые также приходят, смотрят, как их образовательная организация будет проходить прием к образовательной организации. И членом еще к данной комиссии, вот я не сказал сразу, это профсоюз. Когда комиссия выходит на объект, понятное дело, что первым делом смотрит внешний вид, то есть с порога начиная. Мы только зашли на территорию, комиссия уже начинает работать. Смотрит и на ограждение, в каком оно состоянии, в каком состоянии территория в образовательной организации. Затем, зайдя уже непосредственно в само помещение, каждый уходит по своим направлениям и отрабатывает, и документацию проверяет, и смотрит состояние помещений, смотрит устраненные ранее выданные предписания, сделанные замечания, которые давали со сроком исполнения до 1 сентября. Комитет по образованию, конечно, здесь выступает в роли, проверяет работы, на которые выделялись денежные средства, все ли работы были выполнены, тоже это все контролируем, смотрим. Ну и в целом смотрится состояние образовательной организации. Пищеблока, спортивного зала, то есть места общего пользования, где дети будут проводить, большое скопление детей будет, и где будут они проводить в свое время. Значит, по итогам данной работы комиссия у нас повторно собирается, и подводим итоги. То есть за круглым столом часто бывает, бывает это у нас учебный класс, очень приятно даже, когда родители в этой комиссии у нас и говорят свои замечания, если они имеются. Как правило, данные замечания, которые высказывает, это все на будущее, на перспективу, потому что мы стараемся на сегодняшний день вкладывать средства, делать наши учреждения более современными. То есть да, это какой-то отдельный элемент, ну, чтобы там какая-то была изюминка и что-то новое было сделано. И родители, как участники образовательного процесса, здесь тоже высказывают свои мнения, свои предложения. Данные предложения будут учтены уже непосредственно при формировании бюджета на 2025 год, и в отдельных действительно образовательных организациях мы это сделаем, и будет результат. Во время таких проверок вообще что больше всего беспокоит родителей? Первое, что беспокоит, наверное, всех и каждого, это безопасность. И первое внимание обращает, конечно, то, что когда Росгвардия выходит на объект с нами, в член комиссии, они, конечно, в первую очередь смотрят безопасность. И это интересует в первую очередь и родителей, потому что все должны понимать, дети приходят в образовательную организацию, в ней безопасно и комфортно детям. Ну и уделяется внимание, чтобы обязательно ограждение у нас было целостное, чтобы у нас имелись и камеры видеонаблюдения, периметр, весь учреждение был в зоне видимости у поста охраны, ну и затем, чтобы все работали инженерные средства оповещения. Это кнопка тревожной сигнализации, она проверяется прямо на месте. Вообще, как бы кнопки тревожной сигнализации у нас проверяются в обязательном порядке после сдачи дежурства. То есть, когда заступает на дежурство у нас охранная организация, кнопку проверяем и проверяем ее в конце при сдаче на уже вечернее время. То есть, ежедневно проходит проверку, но когда выходим на объект уже с приемкой комиссии, все равно это же самое проверяют уже специалисты. Прошел сигнал, все ли сработало. То есть, это вот один из элементов очень важный, который должен функционировать. Видеонаблюдение также. На предупреждение у нас все системы должны работать. То есть, если есть камеры, они должны в первую очередь охватывать весь периметр, чтобы не было мертвых зон. Насколько вообще безопасны школы и детские сады Барнаула с точки зрения противопожарных требований? Противопожарные требования на сегодняшний день у нас соблюдаются. У нас все образовательные организации имеют автоматическую пожарную сигнализацию. Средства пожаротушения у нас также на объектах имеются, проходят они и проверку. Ну, вот огнетушители, например, да. Все у нас огнетушители ежегодно проходят проверку, проверяются, вес проверяется, заправляются по необходимости. Проверяются пожарные гидранты. Мы проводим обработку деревянных покрытий. То есть, ну, то есть, все комплексы мероприятий, которые необходимы, нами выполняются. Пожарная сигнализация. У нас также есть обслуживающие организации, которые с периодичностью приходят, проверяют исправность. Ну, там договора заключаем. Они приходят, проверяют, чтобы все системы были исправны и все работало. Сигналы с пожарной сигнализацией уходят у нас на Федеральную пожарную службу по Алтайскому краю. То есть, если сработка идет, уходит сигнал. Какие еще недочеты вы выявляете во время проверки детских садов, школ? То есть, самые распространенные? Ну, недочетами их сложно назвать, потому что это больше несет как бы рекомендательный характер. Потому что, как я уже повторялся, говорил, у нас в состав комиссии входят и родители, и общественные организации. В первую очередь, конечно, все смотрят на более современные условия, которые можно бы реализовать было в том или ином объекте образования. Это, начиная с территории, малые архитектурные формы, это, если по детским садам, всегда актуальны и всегда требуют обновления. И это потребности есть и у родителей. Это асфальт, благоустройство территории. Ну, в принципе, средства городского бюджета на это выделяются. Мы меняем асфальтовое покрытие. Ну, конечно, есть объекты, где просят, обращают на это внимание родители. По образовательным организациям это элементы спортивной направленности, чтобы как-то обновлять. Ну, а если посмотреть уже непосредственно в самом помещениях, в самих зданиях. Конечно, родителям и общественности, да, все видят о том, что надо добавлять какие-то изюминки, какие-то зоны создавать для детей, где бы они проводили свободное время. Это вот имеется в виду, когда перемена, да, то есть какие-то определенные элементы устанавливать. Ну, все берется во внимание, ничего не оставляем мы без внимания, как бы здесь все в работу. Если говорить про безопасность, здесь, конечно, Росгвардия проходит. У нас любой элемент, который сделан по безопасности, он согласовывался ранее, то есть когда мы ставили камеры, когда устанавливали кнопки движения, но время не стоит на месте. И есть определенные рекомендации, которые, ну, где-то меняются к этому требованию, к какой-нибудь элементу. И нам могут рекомендовать, вот мы встречались здесь на объектах, рекомендовано доставить камеру видеонаблюдения, перенести кнопку тревожной сигнализации, чтобы она была в более доступном месте располагалась. То есть есть такие вот рекомендации, которые будут учтены и в бюджете на следующий год и будут выполнены непосредственно уже до начала учебного года. То есть если резюмировать, по результатам вот этой вот проверки не было никаких серьезных нарушений в учреждениях образовательных города. И получается на данный момент у нас нет таких школ, детских садов, которые нельзя допустить к открытию 1 сентября. То есть они все прошли благополучную проверку. Да, на сегодняшний день все образовательные организации у нас получили акты готовности. Вот я уже повторюсь, 20 числа у нас пришло такое торжественное. Мы все-таки завершили ремонт и сдали 13-ю школу. Сейчас, на сегодняшний день там, конечно, есть свои нюансы. Это подрядчик сдает работы, принимает у нас строительный контроль, его выполненные работы. Ну там есть у нас нормативные правила, что после завершения работ предоставляются акты, потом проходит проверка учреждения. Есть недочеты, они будут устраняться уже в процессе подписания, чтобы получить оплату. То есть здесь как бы, все понятно. В этом направлении работа ведется. Но вот мы, комиссия-то вышла, посмотрела, что школа в целом, все, она готова. Это пошло 20-го числа, комиссия отработала. Над этом поставили точку, и все организации у нас уже получили готовность, акты готовности. В принципе, по недочетам, если бы у нас были веские основания не дать акт готовности, то есть замечания, грубые нарушения, то есть акт бы готовности учреждения не получила. Ну а есть такая тенденция, что с каждым годом и сами руководители, они более серьезно относятся вот к этой приемке, ну что меньше замечаний с каждым годом? У нас, в принципе, сложилась такая традиция, что сдать образовательные учреждения к началу учебного года, это такая важная миссия, которую ведут директора, заведующие образовательных организаций. Им в этом всегда помогают педагоги и родители. То есть это целый комплекс такой работы, которую мы готовим и предоставляем свое образовательное учреждение. Каждый хочет свою образовательную организацию показать самой лучшей, что мы самоподготовились, что мы на самая, так сказать, интересная образовательная организация, что и детей у нас много, и достижения все показывают. То есть это же не просто мы пришли, прошли учреждения, построили кабинеты. В каждом кабинете есть изюминка, какой-то стенд, какие-то награды в коридорах у многих образовательных организациях, кубки, все выставляется. То есть они показывают свои еще и достижения, и комиссия это все видит, и все, ну как сказать, каждый хочет себя проявить, показать. И у нас нельзя сказать, что хуже было в том году, лучше стало в этом. Все всегда стараются. И большое спасибо, в первую очередь, конечно, директорам, которые организуют эту работу, педагогам, которые в свои отпуска приходят, готовят свои кабинеты, родители, которые, когда их приглашают помочь, они приходят, помогают, и учащиеся, которые также, есть участники этого образовательного процесса, и также старшие классы всегда придут, учителю помогут подготовить свою образовательную организацию. Ну, я думаю, что родители могут быть спокойны. Василий Михайлович, спасибо большое за эту беседу. Спасибо вам.